МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии телеканала Первый Корганистские новости для вас работает Саят Балмакаев. В ближайшее время корреспонденты нашего телеканала расскажут вам о самых актуальных событиях прошедших дней. В начале выпуска коротко о главном. За рулем не был, но прав лишили. Житель Караганды обвиняет сотрудников полиции в неправомерных действиях. Молодого человека лишили прав на три года за нарушение, которого он не совершал. Жители Пришахтинска взывают о помощи. В одном из домов несколько лет подряд протекает крыша. Отремонтировать за свой счет жильцы ее не могут. Аким Караганинской области поздравил женщин с 8 марта. В этом году в традиционном торжественном приеме главы региона приняли участие 40 представительниц прекрасного пола. За рулем не был, но прав лишили. Житель Караганды обвиняет сотрудников полиции в неправомерных действиях. Молодого человека лишили прав на три года за нарушение, которого он не совершал. Об этом он узнал лишь тогда, когда собрался добавить водительскую категорию. Олег Базаров готовится судиться с административной полиции. Его сына лишили водительских прав на три года, о чем сам молодой человек и не подозревал. Все дело в том, что друг Олега представился его именем, совершив нарушение. Сотрудники полиции оформили протокол, не установив личности водителя. Теперь в этой ситуации разбираясь за суд. Однако прошло уже третье заседание, но правда еще не восторжествовала. И вот я назывался Базаровым Олегом Олеговичем. Они пробили по базе сначала то, что есть права, да. Но они попросили у меня предъявить удостоверение. Я сказал то, что удостоверение не могу предоставить, его сейчас с собой нет. Они позвонили кому-то в отдел полиции, пробили так. Им на WhatsApp скинули фотографию удостоверения. Они посмотрели, ну, схож сказали. И кого удостоверение? Базарова Олега Олеговича. Фотографию им скинули. Это не твоя фотография? Нет, вообще не моя. Ну, они там сравнивали? Да, они посмотрели и все. Отец Олега не понимает, почему суд не может установить правду. Друг Олега Сари свою вину признал. Понятые также разъяснили, что за рулем был не тот человек. Затянувшаяся тяжба бьет по карману семьи. Для молодого человека автомобиль служил не просто транспортным средством, а источником заработка. Ну, во-первых, мы теряем три года. Человек, даже получается такая схема, что люди, не разобравшись, лишили его заработка. Вот. Он, получается, это наш шлеп, который мы думали, что у нас свои планы на него, что он будет работать, получить категорию. Тем более у нас, как бы, в планах есть на грузовую машину частного характера посадить его и все остальное. Мы просто не подумали, что человеку, как бы, надо жить, существовать. В департаменте полиции по данному вопросу развернутого ответа получить не удалось. В настоящее время по заявлению отца 22-летнего Олега Базарова ведется служебная проверка. О результатах мы сообщим дополнительно. Отца молодого человека возмущает и тот факт, что сотрудники дорожной полиции уже свидетельствовали на суде. Они рассказали, что за рулем был сам Олег. Решение суда может отменить только суд высшей инстанции. Герои нашего репортажа выражают надежду на то, что справедливость все же восторжествует. Токжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Жители Пришахтинска просят помощи. В одном из домов несколько лет подряд протекает крыша. Отремонтировать за свой счет жильцы ее не могут. О ежедневных муках пенсионеры рассказали нашим корреспондентам. Это привычная картина для жителей дома номер 3 в 22-м микрорайоне. Сырость и ведра, наполненные водой, свидетельство протекающей крыши. Жильцы рассказывают, что устали от неприятного запаха и перебоев с электричеством. Заходишь в квартиру, воняет сыростью, вы сами чувствуете. А свет есть? Ну вот, первый день как бы включили, а то три дня или два дня без света сидели, с фонариками лазили, как первобытные. От КСК жильцы помощи не дождались. Ремонтировать крышу пытались три раза. На эти неудачные попытки ушло более 170 тысяч тенге. В основной массе жильцы двух подъездов – пенсионеры. Такие затраты бьют им по карману. Сколько-то прошло, год даже не прошло, опять побежала. Потом что, бежала опять, в третий раз опять пришлось собирать денежки. Как бы соседи немножко помогли, своими силами опять немного сделали. Опять же побежала. Вот. Мы здесь все как пенсионеры, своими силами как не можем сильно много, все пенсионеры. КСК нам не помогает. Сказала ваша собственность – сделайте сами. Председатель КСК настаивает на том, что жильцы третьего дома должны оплатить ремонт крыши из своего кармана. Впрочем, с этой проблемой столкнулись многие жители Пришахтинска. Несмотря на то, что уже третий год жители самостоятельно пытаются отремонтировать крышу, ощутимых результатов это не приносит. По всей видимости, и власти не смогут оказать прямую помощь, поскольку жилищный кодекс четко определяет, что крыша, как и подвал – это общая долевая собственность владельцев квартир. Все это означает, что ремонтировать свое имущество жильцы должны сами. Но есть специальная программа, по которой горожане смогут полностью отремонтировать дом. Вот только придется несколько лет за это расплачиваться. Токжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области поздравил женщин с 8 марта. В этом году в традиционном торжественном приеме главы региона приняли участие 40 представительниц прекрасного пола. Также в ходе мероприятий многодетных матерей наградили подвесками Алтыналха и Кумсалха. Зал, где обычно проходят аппаратные совещания, сегодня выглядит совсем иначе. По традиции, каждый год в канун 8 марта Акимобласти собирают здесь 40 женщин. Они не похожи друг на друга, трудятся в разных сферах. Но всех их объединяет вклад в развитие региона, его экономики, агропромышленного комплекса, демографии и культуры. Поздравляя прекрасную половину с предстоящим праздником, Ерлан Кушанов сделал женщинам поистине оригинальный комплимент. «Один из моих заместителей говорит, карагандинские женщины, как наша погода, непредсказуемая. И добавил потом, но сильный, как степной мороз. Я записал прямо его слова. Я не буду показывать, кто. И в то же время, говорит, яркие, теплые, как наше солнце. Действительно, у нас солнце светит хорошо, даже солнечные электростанции мы здесь строим. И я бы добавил, что вы еще и самые красивые женщины в нашей стране». В числе приглашенных женщин – преподаватели, предприниматели, кондитеры, руководители крестьянских хозяйств, депутаты и общественные деятели. Одним словом, женщины, которые на своем примере доказывают, что так называемому «слабому полу» подвластны все сферы деятельности. Выступая перед Акимом области, многие не могли не отметить положительные изменения в жизни города. «Но меня радует от того, что вот уже второй год с приходом нового Акима в прошлом году у нас большое внимание стало уделяться благоустройству дворовой территории в городе Караганде. Это большая заслуга нашего Акима области. Почему? Потому что после трудового дня детям нужно отдохнуть, а отдыхом является двор. И какие у нас будут дворы, такие у нас будут и дети». В ходе мероприятия женщины поделились своими жизненными историями. Выразили благодарность Ерлану Кушанову за уделенное внимание и время. Также в преддверии праздника вручили серебряные и золотые подвески многодетным мамам. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области в три раза может вырасти число людей, получающих адресную социальную помощь. Это произойдет за счет дополнительных мер поддержки многодетных и малообеспеченных семей, которые реализуются по поручению президента страны. Областные власти распространили информационную графику, на которой наглядно видно, кто и сколько будет получать. По информации областных властей, сейчас в Карагандинской области адресную социальную помощь получают порядка 11 тысяч человек. А в скором времени охват значительно увеличится. По предварительным данным, получателями АСП станут более 20 тысяч человек. Уже с 1 апреля увеличится порог бедности, пособия станут в разы больше. Гарантированная выплата на детей при получении права семьи на адресную социальную помощь составит 20 тысяч 789 тенге на каждого ребенка до 18 лет. Если ребенок обучается в высшем или среднем специальном учебном заведении, то до 23 лет. На данном слайде продемонстрирован пример расчета для назначения адресной социальной помощи. Документы по новому формату будут приниматься уже с апреля нынешнего года. Изменяется критерий, по которым будет начисляться социальная помощь. Если раньше учитывался весь доход, включая пособия и стипендии, то с 1 апреля учитываться будет лишь заработная плата членов семьи и доход от личного подсобного хозяйства. Изменен и список документов, необходимые для назначения адресной социальной помощи. Если раньше необходимо было предоставить 8 документов, то теперь только 6. Исключены пункты, обязывающие предоставить сведения о личном подсобном хозяйстве и документы об образовании. С 1 июля будут существенно увеличены два вида пособий – по уходу за ребенком и пособие лицу, ухаживающему за инвалидом с детства первой группы. Более 6 тысяч человек будут получать 41 578 тенге. Увеличение пособия производится в автоматизированной системе. Обращения не требуются. Многодетные семьи на селе смогут получить безвозмездные гранты на открытие своего дела. На это предусмотрены средства. Размер гранта – 505 тысяч тенге. Кроме того, предусмотрено открытие социальных рабочих мест на дому и краткосрочное обучение востребованным профессиям для многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Безвозмездные гранты и новый механизм назначения адресной социальной помощи. Многодетным семьям Абайского района рассказали, как увеличится объем помощи со стороны государства. На днях подворовой обход совершили специалисты Центра занятости Абайского района. Наталья Кулабекова и ее супруг воспитывают четверых детей. Глава семейства получает пособие по инвалидности, а многодетная мать в декретном отпуске по уходу за ребенком. Самому маленькому члену семьи всего 9 месяцев. Теперь Кулабековы будут получать по 103 тысячи тенге ежемесячно. Это в несколько раз превышает сумму предыдущих выплат. Об этом им сообщили специалисты Центра занятости, которые проводят подворовые обходы. Согласно новому механизму, выплат адресной социальной помощи многодетные семьи, а в Абайском районе их более 600, будут получать намного больше. Новую сумму рассчитывают прямо на месте. Центром занятости Абайского района был организован мобильный пункт. Чтобы разъяснить принцип работы нового механизма, консультанты стучатся буквально во все двери. Мы объясняем, что черта бедности повышается с 50% до 70%. И естественно, получатель АСП интересуется, сколько же они будут получать после 1 июля, после введения этих всех изменений. И мы рассчитываем, принимаем каждого, кто подходит. И специалист консультирует, считает доходы, считает количество семей и определяет получаемую сумму. Ну сейчас вот по тому, как люди подходили, кто-то получал 14 тысяч в месяц на семью, будет получать 104 тысячи на семью. Одна посчитала, у него было 44 тысячи на семью, а будет получать 170 на семью. То есть ощутимая разница получения АСП. В семье Индзиры Диановой тоже четверо детей. Старшему недавно исполнилось 9 лет, младшему нет еще и пяти. По образованию женщина-программист, но работать по специальности у нее возможности не было. Ее супруг трудится контролером в исправительном учреждении и зарабатывает около 100 тысяч тенге в месяц. Как поняла, вроде бы 91 тысяча будет начисляться под пособие. И до 6 месяцев, где-то примерно 6 месяцев, будет социальная помощь. Рада, конечно, спасибо Назарбаеву за все, что он делает, за его работу, заботу. Это далеко не единственная хорошая новость для многодетных семей. С 1 июля многодетные мамы смогут получить безвозмездный грант в 505 тысяч тенге на открытие своего дела. Специалисты Центра занятости отмечают, что работа по информированию граждан о направлениях новой социальной политики будет продолжаться. Женщин полицейских поздравили с наступающим праздником. В преддверии Международного женского дня офицеры и руководство областного департамента полиции подготовили традиционную праздничную программу. Карлыгаша Дамбекова – полковник полиции. Вот уже без малого 30 лет она служит в информационно-аналитическом отделе департамента полиции Карагандинской области. В преддверии Международного женского дня полковник полиции Адамбекова награждена ведомственной медалью за вклад в охрану общественного порядка. Это очень значимая награда для сотрудников полиции. Я считаю, что эти награды министр доверил мне, вернее, выразил свое доверие, которое я обязуюсь впредь оправдать. Форма к лицу не только мужчинам, но и женщинам. Вот уже не одно столетие это доказывают те, кто решил посвятить себя служению Отечеству. Сегодня в органах внутренних дел Карагандинской области служат более тысячи женщин. Наравне с мужчинами они раскрывают преступления, проводят криминалистические исследования, обеспечивают охрану общественного порядка. Но прежде всего они женщины. Я безмерно благодарен вам за то, что вы, несмотря на то, что предлагаете все усилия, отдаете практически свои силы на работе. Вместе с тем есть, как мы уже до этого отмечали, и семья, домашний чад. Недавно, когда мы разговор ввели о многодетных материях, министр вспоминал, что и у нас, в наших коллективах, таких мам очень много, которые воспитывают много детей. Вместе с тем это очень большой труд, поэтому я хочу вам выразить большую благодарность. Медалями и грамотами Министерства внутренних дел награждены 32 сотрудницы Карагандинской полиции. Около 400 награждены грамотами начальника департамента полиции, а также денежными премиями. Андрей Теноман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В спорте только девушки. В преддверии Международного женского дня состоялся круглый стол с участием юных спортсменок. Ученицы и учителя спортивной школы имени Али Молдогуловой рассказали про женский спорт и поделились интересными историями из своей жизни. Организаторами мероприятия стали сотрудники Государственного архива Карагандинской области. Спортсменки рассказали свою историю о том, как они пришли в спорт. Среди них и Гавхар Тулебаева. Гавхар увлекается акробатикой с 7 лет. Несмотря на свой юный возраст, является мастером спорта Республики Казахстан. Также она призер чемпионата Азии и неоднократная победительница международных конкурсов. Мне очень нравится заниматься акробатикой. Считаю, что здесь девушки становятся еще более женственными и красивыми. Перед каждым выступлением меня одолевает страх и в то же время радость. Я тренируюсь каждый день по два раза. Моя нынешняя цель – стать победителем чемпионата мира. В спортивной школе имени Али Молдогуловой учат многим видам спорта. Это тяжелая атлетика, акробатика, дзюдо и вольная борьба. Дети успешно совмещают спортивную и учебную деятельность. На сегодняшний день в школе учатся 74 представительниц прекрасного пола. Президент наш Султан Абишев Назарваев объявил, что в этот год – год молодежи. И поэтому наша молодежь, наш оплот страны – это молодежь, наши девочки, наши спортсмены, которые на мировых аренах своими успехами, своими достижениями показывают лицо нашего государства Казахстана. И мы гордимся успехами нашими спортсменами. Стоит отметить, из этой школы, открытой более полувека назад, вышло множество именитых спортсменов. По словам организаторов, подобные встречи придают юным дарованием еще больший стимул для побед. Мульдир Нурланг Зайден, Жакан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Субтитры подогнал «Симон»!